Всем привет, друзья, с вами Григорий. Добро пожаловать на новый ролик по городу айсадовскую. Давно у нас не было новых видео, и это связано по техническим причинам, это связано с моим ноутбуком. В общем, была проблема с автономной работой, то есть без зарядника. Проблема хоть как-то немного устаканилась, к счастью. Конечно, пару лет такая фигня происходит, но не так значительно, как было с моим старым ноутбуком, который там окончательно, подухла батарейка, ну, точнее батарея, подухла, и сейчас он находится в долгом ящике, и, так сказать, ожидать своего часа, то есть, когда его дезут на ремонт. Ну, и да ладно, сегодня суть, сегодня речь сейчас не об этом, а о нововведении в городе. Причем, давно у нас не было никаких обновлений в городе, то есть никаких изменений, то есть это, чем в детстве, я, можно сказать, сделал некоторые маленькие нововведения, это несколько живых мест, поликлиника, и тоже посадил дерево. Про дерево я, честно, не случайно сказал, потому что я на некоторых перекосках я добавлял дерево, здесь, например, вот. И да, вот, вспомните, я рассказывал про пустырь на Ворошилово, так вот, сейчас там, вот, на его месте сейчас располагаются дома 141-й серии, то есть эта серия есть, дома данной серии есть в Екатеринбурге, в соседнем регионе, в соседнем, в соседнем, в соседнем, в соседнем, в соседнем, в соседнем, региона с Челябинской областью, то есть я осталась с Челябинска, а серия домов появилась в ЕКБ, в Екатеринбурге. Ну, сделал я всего порядка 4 здания, то есть 5 подъездов, тут 2 подъезда, тут тоже 5 подъездов, еще углова и еще 3 подъезда, вот так парадная. Дома фактически одинаковые в плане планировки, поэтому давайте зайдем. И да, у меня передняя часть дома, у меня Москва не вышла на все 100% оригинально, поэтому не судите, поэтому, пожалуйста, не судите строго. Планирую, 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 что я сделаю в 10 этажей, но не оказалось места для лифта, поэтому сделал только пятиэтажную версию. Так вот, планировка, квартира, сейчас измерим, сколько там, так, 45, еще дополнительно, 95 и того, это квартира на на 80 квадратных метров, но это как минимум, ну, по меркам Майнкрафта, там может быть, двух, двух, трех, двух или даже трехкомнатная, простите, двух или трехкомнатная квартира, ну и трешка, например. Дальше у нас такая лестница, тут у нас уместить ее, хоть как-то получилось, а вот лифт не получилось. Поднимаемся на последний этаж, тут у нас на крышу, в принципе, но на крыше там ничего особенного, так как такового здесь и нет. Этот дом тоже тот же самый, так как только немного покажет, только немного перекажет, последний пятый этаж, что золотомый, и зеленый, зеленый бетон, хотя я называю темно-зеленый, а вот остальная часть из светло-серого бетона, вот такого, вот такого. Вот тут у нас такие же, также есть белые ставки, вот такие вот. Также следующее обновление, это уже пристроенная, вот в Москве пристроенная с этой же пятиэтажки, это уже поликлиника, это уже восьмая по счету поликлиника, уже эта улица уже нуждалась в этой поликлиника, так вот, я ее сделал, вот, получите и распишитесь. Займеет поместить туда регистра, то, к сожалению, не вышло, поэтому ограничился лишь тремя автоматами для запись, чтобы можно было списаться на прием, вот. Это как бы вынужденный мер, вот. Кабинет, тут у нас кабинет главного врача поликлиники, вот. Какой-то интерьер. Дальше уже пошли кабинет и врачи, тут у нас такой, почти такой же интерьер, единый стандарт, если так можно выразиться. Сидение для того, чтобы можно было посидеть, подождать своего приема к врачу. Повторюсь, там просто один, вот, как немного другое расположение, расположение сидений, ну, точнее, как сиденья, ну, как сиденья, так, всего лишь расположение мебели, но материал один и тот же. Здесь то же самое. Дальше, еще одно обновление уже в районе Бахмутской улицы, недалеко от стадиона. В общем, сейчас воспользуюсь фирменным деревяком. Ну, следующее обновление, уже в возрасте, недалеко от стадиона, 9-ое здание. Это уже дома 97-ой серии, я мечтал это сделать, построить эти дома, но, мягко говоря, мне выходило без рук, он плохо, то есть не очень. Но я однажды в интернете нарыл, точнее, обнаружил, нашел, так сказать, нашел схему, схему планировки данной серии, и также несколько фотографий с интернета тоже помогли. Как она выглядит во время, с задней, с задней стороны, с передней стороны, во время стройки. И, в общем, вот, вот так вот вышел. Тут у нас вот так, вот, я сделал 12-этажную версию дома, вот, у нас чердак, у нас тут. Таких вот. Ну, я сделал всего 4, ну, вот, вот, 3, здесь и еще одна, вот, вот, внутри квартала, внутри квартала, на Галакова. Вот, подъезды, ну, интерьер, и планировка, в принципе, одинаково, только от разных цветов, вот, такие вот. И еще, я немного изменю площадки, то есть они уже чуть побольше стали, тут у нас две, две большие горки у нас, вот. Одна зеленая, другая, красно-оранжевая, вот, здесь горь и карусель добавлено, вот, добавлено, точнее. В общем, у меня немного разнообразно, можно сказать, по счету. А дальше, все равно, как, можно сказать, по стандарту, вот, качели, тут, качели, тут еще качели, то есть турники, горка поменьше и песочница. Немного изменился также формат вилопарковки, точнее, ее дизайн, вот, и мусорные баки, вот, и также добавлено растительность, точнее, деревья. Ладно, пройдемся по интерьеру. Заранее предупреждаю то, что моя версия может отличаться от оригинала, так что не судится строго. Причем, я кое-как вместил лифт, лестницу, лестница находится отдельно, вот. Давайте поднимемся на какой-нибудь этаж, давайте, ну, вот здесь остановимся. Лифт у меня каким-то, вот, каким-то макаром я все-таки вставил в него. Причем, и мне помог еще и фокус такой, с полублоками, из березовых люков. Вообще, можно сказать, это просто материал, чудо просто, спасло, спасло мое положение, вот, а то вот здесь. Если бы обычный блок вставил, то проход в квартире составлял бы один квадратный метр, то есть один метр, короче говоря. А так вот, пожалуйста, вот, и сделал проход. Ладно, тут у нас вот такая квартира 50 квадратных метров, у нас балкон, входящий на вот это уже у вас здание, вот это у нас парковочная зона, напротив стадиона. Тарвайные пути, кстати, еще не проведены до конца, нужно еще построить, здание имеет цветок. Тут другая же, только уже победитель, уже 56 квадратов, с балкона направляющийся на соседний дом. Тут тоже самое, только уже, можно сказать, озеркалено, и тут тоже самое. К слову дома одинаково, только у нас другая раскраска, это у нас синий, глупый, синий и голубой, глазуроная керамика добавлена, красно-оранжевая, там тоже еще и бетонная керамика, вот, глазуроная, и то же самое с зеленым, 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 вот, а вот, вот. Площадки, ну, площадки одинаковые, причем про них я все рассказал, вот рядом у нас живой дом стоит. И та же самая фишка, только, уже с этим же домом, такой же, у него уже раскрашенные под под другой дом, который вот этот, в общем, фишка в том, что они почти одинаковые, в плане того, что они одинаково почти раскрашены, но под чердак, череда светло-серой, балконы первого подъезда серые, которые на лицевой стороне, один двенадцатый этаж, одиннадцатый этаж подмечен, и балконы второго подъезда, и от зеленого уже третий подъезд. А вот на задней стороне, на задней части, там балконы покрашены в красный. И дальше все вставки, и в чем отличие, спросите вы, вот здесь три подъезда и двенадцати этажей, и такая большая площадка еще. А вот этого здания всего десять этажей и четыре подъезда, то есть на два этажа меньше, но на один подъезд больше. Но я как-то не случайно, как-то, так сказать, сверка прогадал с окраской здания, вот вышел как-то так. А, извините, не четыре подъезда, а пять, то есть на два подъезда больше, чем новостройка. То есть новое построенное здание, вот кусочек видно. Ну и площадка вот такая вот. То есть две площадки, выдвину в одну. В общем, ребята, вот такие вот у нас нововведения в городе. Понравился ролик или нет, решать вам. С вами был Грегор Реджо. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Заглядывайте ко мне также в группу ВКонтакте, гостиру в Дискорд и на мой чат в Телеграме. Ссылки на все про все в описании под видео. Также не забывайте, залетайте ко мне в группу Прайс Садовской в ВКонтакте, где я опубликую все новости города. Ссылка тоже в описании под видеороликом. Ну, шоу, спасибо всем за просмотр. С вами был Грегор Реджо, я является основательным и владельцем города Айсатовская. До новых встреч. Всем пока.